День слова, а если Путин отдаст Китаю часть России, сам на той части поселиться? Но это не работает, понимаете, часть не получается Китаю отдать. Китай может забрать или всё, или ничего, в этом особенность современного периода. Нельзя взять там, отдать Россию по Уралу, и Путин туда переедет. Это не сработает, будет такой рок-н-ролл, вы не представляете. Поэтому нужен такой другой вариант, самый простой вариант СССР-2. То есть, надо защищаться против НАТО и так далее. Вот сейчас будут эти, ну, Сын Цзиньпин встретиться с Байденом, тот скажет им, только не трогай этот Тайвань. Тот скажет, не, мы сейчас его здесь, он только не трогает. Ну, ладно, не буду я трогать, а вот Россию мы заберем, на хер с ним бери. Ну, то есть, эту стратегему мы с вами хорошо знаем, помните, любимая моя стратегема, бросить камень, чтобы получить яшму. Ну, или в другом варианте нефрит. Ну, я историю про колокол рассказывал, но стратегема не только с колоколом. То есть, это отдать что-то ненужное тебе вообще не нужно. Или, может быть, не отдать, а сделать вид. Ну, камень, вот пустое место, да, и получить что-то очень ценное. Вот сейчас отдадут этот Тайвань, да, скажут, ну, не будем мы его трогать. Ну, там китайцы живут. Как они не будут его трогать? Они там уже живут и будут всегда жить. Там сто процентов населения – это китайцы. Там ни американцы не будут, ни корейцы, никто, ни японцы. Там будут жить китайцы. А Китай национально ориентированно сейчас государством. То есть, государство фашистское. То есть, идеология фашистского государства – это идеология доминирования национального государства. Вот что такое фашизм. Идеология доминирования национального государства. Китай в настоящий момент. И, конечно, Китай что-то хочет получить, хочет получить Россию, но без решения американцев, конечно, такие вопросы не будут двигаться, поэтому сейчас вот до 16-го числа все курят, ждут, что там будет, а там будет договоренность, по которой как раз Китай получит Россию. Вячеслав, спасибо за ответ, то есть нас ждет Владимирская Русь, не, нас ждет умирание, понимаете, какую-то часть, может быть, мы временно отобьем, и потом будет очень большая проблема, либо мы потом вернем все, либо мы лишимся всего. Вот когда про имперскость России говорят, то люди не понимают, да, помните миллионы вас, нас тьмы, 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 попробуйте сразиться с нами, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными, ащами для вас века, для нас единый час, мы как послушные холопы держали щит между двух враждебных рас монголов и Европы. Вот это наша тема, между Азией и Европой держать щит. Помните, как Киплин говорил, Киплин точно не дурак, он говорил, Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и они никогда не сойдутся. А вот в том месте, где они не должны сойтись, мы находимся, понимаете, и это наша миссия, кто бы там что ни говорил, ни рассказывал про чушь и так далее, это наша миссия сохранения европейской цивилизации. Не будет нас, европейской цивилизации, сто процентов не будет, сто пятьдесят, даже в Америке не будет европейской цивилизации, нигде не будет. Поэтому, когда нам рассказывают о том, что особенно там такие горячие головы, вот хорошо, что когда России не будет счастья наступить, будет тебе счастье. Такое наступит счастье, как ты едешь. Так что у нас наша задача при развале России получить основную часть территории и ядерное оружие. И тогда мы сможем вернуть все на круги сваи. Если этого не будет, все, тогда безоговорочно Россия будет уничтожена. Позже, в конце концов, через несколько лет или десятков лет не останется вообще никакой территории, а потом и Европа не останется. Китай съест все. Ну, Московия 30 лет была под Ордой, 30 лет будет под Китаем и научится трудолюбие перестанут пить воду. Какой дурак пишет, а? Московия под Китаем, под Ордой, как было? Приезжали, язык собирали. Китай будет язык, что ли, собирать? Да Китаю нахер, люди не нужны. Пленные не нужны, люди не нужны. Сделают из людей собачьи консервы и все. Вон Синзяно-Уйгурский автономный округ. Вот вам пример. Поедут все в лагеря нахер, временно, на перевоспитание, оттуда уедут в виде собачьих консервов и все. Вы что? Такие вещи даже не говорить, даже думать забудь. Этого не будет. Вячеслав, в чем слабое место китайцев? Ну, это огромная система. Всегда в огромной системе очень много слабых мест. Главное слабое место Китая в настоящий момент – это идеология. Это очень слабое место. Зачем России ядерное оружие завтра? Так, зачем? Для того, чтобы защищаться от Китая. У нас есть какое-то другое оружие? Танки с табуреткой. Путин все разбомбил временно до того момента, как мы сможем создать нормальную армию и создать нормальное оружие, современное оружие. Мы его очень быстро создадим, потому что не будем воровать, потому что знаем, как это делается. Для этого нам нужно пока временно ядерное оружие. А потом оно будет вообще бессмысленно по всему миру. Ядерное оружие, будут созданы более серьезные системы, нейросистемы, которые просто будут управлять людьми. То есть, подлетает такая хрень к солдатику, и солдатик уже работает как робот, им управляют уже этим солдатиком. Все это мы создадим очень быстро, потому что мы знаем, что делать. А ядерное оружие, ну, старое, конечно, оно, но пока серьезное. И пока при помощи его мы можем Китая остановить и держать его на расстоянии, как собаку электрошокером. Ну, вот пока будем держать, я думаю, что-нибудь там наладим и сделаем. Ну, Китай тоже не будет стоять на месте, вы понимаете? Вячеслав, как вы себе представляете войну с Китаем на территории России, когда у Китая есть бесконечный мобилизационный резерв, как ядерную войну? В Китае не живут дураки, они никогда не полезны, если будут знать, что термоядерное оружие в полном объеме направлено на них. Зачем им это нужно? Кроме всего прочего, мы столько, я вас уверяю, придумаем новых муличек таких замечательных, и они будут о них знать, так они не захотят. Они скажут, ну, ребята, все классно. Живите дальше. И будут посмотреть, пока мы сами не задвинемся. А мы будем стараться не задвинуться, а и развиться. Знаешь, не дураки, да, помните, как про каратистов, которые там, Петька с Василием Ивановичем каратистами, там, каратисты пришли разбираться, приходят, возвращаются. Говорят, куда же они с головой, пятками против шара. Вот так и здесь. Китаю что нужно? Китаю нужно, не понеся никаких потерь, получить территорию России. Вот и все. А если у нее будут такие потери, когда он может потерять вообще свой народ, свою государственность, развитие, стабильность, будет он так и рисковать? Я уверен, что нет. Я слишком хорошо изучил китайские, так сказать, интеллектуальные документы, по которым они учатся, по которым живут и прочее, прочее. Вячеслав, как нужно проживать из Китая, у США есть шансы одуматься и начать его душить. Они же понимают, что это их главный враг и враг человечества. Я не знаю, кто понимает, кто не понимает. Я вполне допускаю, что стратегию развития, так скажем, США определяют те же самые люди, которые не считают Китай главным врагом. Которые считают Китай целью своей, понимаете, да? Поэтому я не знаю, о чем вы говорите. Зачем 50 лет назад Никсон договаривался с Мао Цзетун? Зачем Киссинджер все годы говорил, что это было самым правильным решением, что это очень важно? И когда уже все было понятно, что Китай жутко зловредный, да, все равно призывал сохранять, так сказать, условия всех этих договоренностей. Почему, когда разрушился Советский Союз, Китай продолжали накачивать? Почему, когда создали роботов и роботизированную систему этих роботов стали устанавливать на территории Китая? И китайцы там уже не работали. Там на производстве вообще людей нет, одни машины работают. Так почему в Китае? Вот вопрос. Американцы там, что глупые. А что же они до этого умные были во всех остальных делах? Хватит о Китае, в Европе что? А в Европе будет Китай. Что в Европе будет? В Европе идет очень серьезный спад и связан этот спад с тем, что проблемы, которые возникли, в общем-то, только усиливаются. Никто их решать не хочет. Проблемы миграции, например, да. Ну, забить Европу мигрантами. Зачем? Они что, работать будут? Нет, они не будут работать. Значит, они будут получать пособие. Потрясающая ситуация, да, когда женщина, которая работает, мать-одиночка, да, которая работает, платит налоги, занимается бизнесом своим собственным, да, ну, индивидуальный предприниматель, не имеет денег купить ботинки ребенку. А толпа, приехавшая из Африки, имеющие там 10 детей, ездят на роскошной машине, живут на пособие, которые за счет этой бабы, которая работает и день и ночь. Да? Это справедливо? Нет, это не справедливо. С точки зрения экономики это эффективно. Нет, это не эффективно. Ну, а куда придет Европа? И таких примеров я могу привести сотню, не десяток, сотню. Поэтому я утверждаю, что это намеренное действие по развалу Европы, по уничтожению европейской цивилизации. Потому что не бывает таких ошибок. Системные ошибки не бывают случайными. Системные ошибки не бывают случайными.